Здравствуйте, уважаемые подписчики! В этом ролике я также постараюсь ответить на ваши вопросы и расскажу о том, как справиться с болевым синдромом. Что для этого нужно принимать? Расскажу о таком препарате, как мелоксикан. Это не стероидно-противовоспалительный препарат. Расскажу о его специфике, особенностях, о преимуществах и, конечно же, о недостатках. Но до начала огромная просьба. Поставьте лайк этому ролику и поделитесь этим роликом в социальных сетях. Так вы поможете развитию моего канала. Я продолжу отвечать на ваши вопросы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я индивидуально смогу ответить на ваши вопросы. Итак, начнем. Мелоксикан. Это не стероидный противовоспалительный препарат. Как и огромное количество не стероидных противовоспалительных препаратов, он обладает противовоспалительным, жаропонижающим и энергетическим, то есть обезболивающим действием. Он относится к классу оксикама, производная энолевой кислоты. В чем его специфика и особенности? По своему механизму действия он ингибирует синтез простагландина в результате избирательного подавления ферментативной активности цикла оксигеназа-2. В чем специфика и именно его преимущества данного препарата? При назначении высоких дозов, при длительном приеме и индивидуальных особенностях организма селективно работает цикл оксигеназа-2. Подавляет синтез простагландина в области воспаления, то есть и в меньшей степени именно в слизистых желудка или почек, что и связано с его таким относительно избирательным ингибированием цикла оксигеназа-2. То есть благодаря этому эффекту мы его и любим, и так часто выбираем и назначаем, потому что реже вызывает эрозивно-язвенные заболевания желудочно-кишечного тракта. То есть выбирая данный препарат из огромного списка тех же инвестируемых противовоспалительных, а здесь риск именно поражения желудочно-кишечного тракта будет ниже. Этот препарат не отменяет его вовсе, но все же дает нам определенное преимущество. Поэтому вот так часто назначается данный препарат терапевтами, неврологами, травматологами, хирургами, потому что гораздо меньше риски развития патологии желудочно-кишечного тракта и меньше такая же побочка относительно того же токсического воздействия на сердечную мышцу. Что касается других специалистов, кто еще часто его назначает? Конечно же это ревматологи. При ревматоидном артрите он назначается, при остеоартрозе травматологи, при анкилозирующем спондилите, это болезнь Бехтерева, при воспалительных и демеративных заболеваниях суставов. То есть болевой синдром, который вызван патологией, сустав, это могут быть крупные суставы, плечевой сустав, локтевой, тазобедренный, калины, мелкие суставы. Это те же патологии, связанные, болевой синдром, связанный со стеохондрозом. Любые проявления. Это миофасциальный мышечно-тонический синдром. То есть помимо конкретно какого-то заболевания, он назначается еще как симптоматическая терапия, то есть связанное, все что связано с болью, даже на этапах после оперативного лечения, после операции болит, вот лечение этой боли, купирует, конечно же, нестероидно-противовоспалительный препарат. Что касается противопоказаний. Если не пренебрегать, то есть дозировкой, длительностью курса лечения, учитывать сопутствующие заболевания, учитывать, какие еще пациент лекарства принимает, учитывать то, что ранее, до этого, пациент длительно не принимал нестероидно-противовоспалительный, как правило, каких-то таких вот побочек или противопоказаний не будет. Но иногда вы попадаете в этот малый процент гиперчувствительности, когда 99% переносит хорошо, где-то вот один этот малый процент, неудачников, которым можете быть и вы, плохо переносит данный препарат. Поэтому от этого не застрахован никто. Противопоказаниям будут заболевания легких, даже бронхиальная астма, противопоказаниям будут патологии желудочно-кишечного тракта, то есть если у вас уже существует какая-нибудь язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, та же тяжелая печеночная недостаточность, хроническая почная недостаточность, те, кто на диализе, у кого есть риски желудочно-кишечных кровотечений, будьте очень внимательны. Здесь нужно обязательно консультироваться с вашим лечащим врачом и учитывать все эти риски, для того, чтобы в первую очередь не навредить, потому что специфика оцениваться будет именно вашим лечащим врачом. Он оценит риски, оценит пользу и, учитывая все сопутствующие патологии и те лекарства, которыми вы уже лечитесь, порекомендует вам правильное лечение. Также препарат будет противопоказан в возрасте до 12 лет, беременным, в период лактации, при других патологиях того же желудочно-кишечного тракта. С осторожностью, в каких случаях? Конечно же, это пожилой возраст. К данным пациентам нужно относиться как к деткам, учитывать специфику, тяжесть заболевания, какими заболеваниями сопутствующими, какие лекарства принимает данный пациент, потому что патологий у них много и нужно все это учитывать, потому что очень часто у них ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная, какая-то недостаточность, проблемы с почками, церебровоскулярные заболевания, проблемы с сосудами, какие-то дислепидемии, те же всевозможные атеросклерозы и прочее, сахарный диабет, патология периферических артерий, также с осторожностью тем, кто злоупотребляет алкоголем, курение, хроническая почечная недостаточность, патология желудочно-кишечного тракта и особенно когда наличие инфекции еще и великобактерий, пилори осложняет все это дело, поэтому будьте очень внимательны, учитывать нужно все, для того, чтобы не получить усугубление патологии или еще и побочку. Что касается побочных эффектов, еще раз повторюсь, из того списка нестероидных противовоспалительных этот препарат обладает рядом преимуществом, но так же, как и остальные нестероидные противовоспалительные, не думайте, что я принимаю хорошую таблеточку, она снимает боль, она лечит меня от всего, в принципе, это замечательный чудо препарат, нет, все равно обладает побочным эффектом. Со стороны желудочно-кишечного тракта от диспепсии, тошно-рвотных каких-то состояний, боли в животе, запоры, метеоризм, диарея и другие проявления, со стороны системы кроветворения увеличивают риски каких-то кровотечений, будьте очень внимательны, если и так есть предрасполагающие факторы. Что касается кожных проявлений, это, как правило, какой-то зуд, осыпь, может быть, какая-нибудь крапивница, реже какие-то там булезные изменения, прочее, прочее. Глобально начинаете принимать, если где-то что-то проявляется, тут же стоп приема данного препарата, симптоматически, может быть, какое-то лечение еще будет оказано, постарайтесь, может быть, промывание желудочно-кишечное какое-то сделать, да. Если есть активированный уголь, если симптоматика хуже, не стесняйтесь вызвать скорую помощь. Со стороны дыхательной системы редко, но побочкой может быть бронхоспазм. Еще раз повторюсь, это препарат, который обладает рядом преимуществ, но также он им обладает побочными эффектами, поэтому не занимайтесь самолечением. Правильно подберет препараты лечения лечащий врач. На современном этапе очень активно развивается телемедицина, поэтому доступность в режиме онлайн, вы можете связаться с врачом, посоветоваться, проконсультироваться, подготовиться перед тем же посещением и консультацией уже вашего лечащего врача для того, чтобы задавать уже конкретные, наводить на конкретные вопросы вашего лечащего врача и подготовиться и сдать какие-то прежневременные анализы уже, чтобы прийти уже с какими-то данными. Поэтому еще раз повторюсь, не занимайтесь самолечением. Аллергические реакции, как правило, они очень редко, могут быть вплоть до отека или какой-нибудь анафилактической реакции. По взаимодействиям, что хочу сказать и на что хочу очень так вот сильно обратить ваше внимание, будьте очень внимательны. При одновременном применении одного, двух, трех и более истероидно-противоспалительных, и такое я видел. То есть из одной группы препаратов вы берете, к примеру, ибупрофен. Не получился какой-то хороший выраженный обезболивающий эффект, добавлю я мелоксикам, а еще уколы кетеролака или диклофенака. Вот такое делать нельзя. Риски патологии желудочно-кишечного тракта кратно растут. Это может быть вплоть до какого-нибудь желудочно-кишечного кровотечения. Поэтому будьте очень внимательны. Не нужно увеличивать сильно дозировку, принимать очень длительно препарат, комбинировать его, несколько препаратов из одной и той же группы. Вот это все делать нельзя. Также учитывайте очень часто специфику того, что пациенты принимают ацетилсалициловую кислоту. Это увеличивает риски желудочно-кишечных проблем. Будьте очень внимательны. Также нестероидные противовоспалительные влияют на повышение давления. Будьте очень внимательны те, кто принимает препараты для разжижения крови, потому что риски каких-то кровотечений будут гораздо выше. С метатриксатом не принимать. Это тоже специфика. В диуретике они повышают риски развития нарушения функций почек. Поэтому тоже будьте очень внимательны. Надеюсь, получилось как-то вас немножко напугать, для того, чтобы вы не занимались самолечением. Что касается курсов приема. Во-первых, несколько форм. Это и таблетки, это уколы, это свечи. Обращайте внимательно свое внимание именно на дозировку. Что касается таблеток. Курс здесь будет более длительно. То есть это 10-12 дней. Что касается уколов, не более 5 дней. внутримышечно. Внутрь, если принимаете во время еды с суточной дозировкой может быть от 7,5 до 15 мг. Будьте очень внимательны. В формах выпуска, когда это уколы, там сразу уже идет 15 мг. Поэтому 2 раза колоть нельзя. То есть если таблетки по 7,5 мг водные таблетки 2 раза в день вы принимаете можете. То уколы будьте очень внимательны. Максимальная суточная дозировка для мелоксикама это 15 мг. Все, что будет уже по дозировкам больше, значит это риски побочных эффектов. Обязательно любой нестероидный противовоспалительный препарат, что касается мелоксикама, нужно его прикрывать ингибиторами протоновой помпы. Это препараты по типу например амепрозол. Амепрозол принимается обязательно до еды и тогда он действительно эффективен. А уже нестероидный противовоспалительный во время еды либо после еды. Что касается тех случаев когда у вас есть какие-то сопутствующие заболевания по типу хронических почных печеночных и других либо пациент на гемодиализе максимальная суточная дозировка уменьшается. Будьте очень внимательны. Если есть риски побочных эффектов может быть препарат даже и не стоит назначать. Ректально свечи 15 мг одна свечка один раз в сутки в принципе выбирайте способ приема самостоятельно. Что касается передозировок от тошнотных каких-то рвотных состояний до болевой пикастрии до рисков какого-то кровотечения острая почечная недостаточность печеночная острая недостаточность остановки дыхания асистолия поэтому не занимайтесь самолечением. Будьте очень внимательны. Те, кто лечит давление у кого очень высокие цифры давления нестероидно-противовоспалительные способны повышать артериальное давление. Что делать в этом случае? Либо если это по показаниям значит вы увеличиваете препараты от давления давление позволяет и вы тогда и более высокие дозировки от давления принимаете продолжаете курс лечения нестероидным противовоспалительным либо отменяете и используете другую группу препаратов для того, чтобы не влиять на давление. Что касается сочетаний с ацетилсалициловой кислотой риски желудочно-кишечных кровотечений увеличиваются поэтому по показаниям врача если это возможно на период когда вы лечите болевой синдром лечите спину суставы вы отменяете ацетилсалициловую кислоту это аспирин кардиомагнил тромбас и прочие препараты чтобы не увеличивать риски патологии желудочно-кишечного тракта надеюсь у меня получилось ответить на все ваши вопросы немножко такую резюмацию сделаем подытожим селективный препарат меньше рисков на желудочно-кишечный тракт очень любят его назначать терапевты кардиологи потому что меньше риски по бочке меньше по бочке на ту же сердечно-сосудистую систему хорошо переносится препарат в целом нужно обязательно соблюдать дозировку длительность приема прикрывать желудок амепрозолом и учитывать какие лекарства вы уже принимаете и учитывать обязательно какие сопутствующие заболевания хронические у вас уже есть если вы все будете делать правильно никаких побочек все будет хорошо и кратчайшие сроки уберете купюруете болевой синдром восстановите подвижность а это положительно скажется на меньших рисках гипотрофии 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 мышц всем 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 пока то здесь не Продолжение следует...